Касается ОДКБ, я выступал в Москве, говорил о том, что впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявило себя, направив ограниченный контингент Казахстан. Причем подчеркиваю, не Россия, а организация договора о коллективной безопасности. В России некоторые лица перевирают всю эту ситуацию, утверждают, что Россия спасла Казахстан, а Казахстан должен теперь вечно служить и кланяться в ноги России. Я считаю, что это совершенно неоправданные рассуждения, можно сказать, далекие от реальности. Именно организация договора о коллективной безопасности, где Казахстан является активным участником. А ведь раньше эта организация занималась проведением саммитов, подписанием деклараций, заявлений. То есть организация проявила себя достаточно эффективно, я считаю так. С другой стороны, и политизировать всю эту ситуацию ни в коем случае нельзя. И тем более высказывать разного рода досужие вымыслы по этому поводу. Тем более мы с самого начала договорились о том, что контингент не будет участвовать в силовых действиях. Действительно ни одного выстрела не было произведено со стороны ограниченного контингента организации договора о коллективной безопасности. И они здесь находились не более 10 дней. Продолжение следует...